сладкое действительно считается вредным потому что в основном эти продукты питания являются простыми углеводами то есть они при употреблении дают очень много энергии и если вы не успеваете потратить эту энергию то следовательно по закону сохранения энергии она никуда не девается она запасается конечно сладкие продукты продукты содержащие много сахарозы или же глюкозы или фруктозы все эти вещества нужны в каком-то соотношении для нормального обмена веществ куда тратится это потребленная сладость с одной стороны с помощью этого восполняются запасы гликогена запасы гликогена в печени в мышцах с другой стороны из этой сладости синтезируется энергия которая нужна для работы мозга для работы мышц для работы почек но если сладких продуктов поступают в избытке то часть из них участвуют в так называемом липогенезе то есть синтезе жировых запасов да сладкая пища может вызывать привыкание почему так потому что пища стимулирует ядра головного мозга и вызывает у нас удовольствие так же как алкоголь или другие виды зависимости сладкая пища в этом может участвовать если человек ему нравится это чувство и человек хочет вновь испытать удовольствие от того или иного сладкого продукта то он может вот так безвольно употреблять это в большом количестве необходимо соблюдать суточную норму 25 грамм сахара в день это то что доктор прописал приблизительно это 6 чайных ложечек но будьте внимательны ведь есть скрытый сахар в продуктах питания поэтому мы не можем только ориентироваться на то что мы взвесили и добавили в чай или кофе конечно можно но нужно знать дозировку и время одно дело если вы позволите себе небольшой десерт утром или в первой половине дня когда впереди целый рабочий день вы потратите эту энергию другое дело вечером а еще хуже на ночь да можно сказать так темный шоколад с высоким содержанием масла какао без дополнительного ввода гидрогенизированных жиров каких-либо заменителей какао-масла или молочного жира может считаться полезным продуктом но ни в коем случае нельзя превышать суточную норму сахара в день сухофрукты являются дегидрированными фруктами это значит что в них высокое содержание по сравнению с фруктами фруктозы поэтому я бы была очень осторожно при такой замене помните если вы находитесь в процессе коррекции массы тела все-таки сухофрукты не должны составлять в день более 15 грамм делюсь с вами лайфхаком можно выпить ароматный чай ароматы корицы имбиря ванили или другие которые вы любите помогают сформировать вот этот вкус вкус сладкого дело в том что вкус это объемное понятие это не только то не тот сигнал который поступает с вкусовых рецепторов языка это понятие которое формируется из рецепторов осязания из рецепторов обоняния так ретро назальное обоняние то есть пища которая поступает в ротовую полость она стимулирует орган обоняния поэтому используя ароматный чай мы не съедая булочку с корицей можем почувствовать удовлетворение обычно эту сладость мы используем в прикуску к чаю или кофе во время перекуса я советую заменить это на орехи и сухофрукты когда знаешь что в день я могу себе позволить и 20 грамм орехов и 10-15 грамм сухофруктов то этого вполне достаточно чтобы работать трудиться улыбаться двигаться чтобы себя побаловать и нужно использовать именно то что вы любите в минимальном количестве во вкусовых количествах если это утро то я вообще вас ни в чем не ограничиваю если это середина или конец дня используйте такую примету а когда мы читаем состав уже готового блюда то на 100 грамм должно быть не больше 100 килокалорий это нужно учитывать если вы хотите самостоятельно приготовить используйте любые рецепты желе желе на основе натурального отвара ягод или фруктов с добавлением желатина или агар-агара вы этим себе не повредите